Донорские ряды может пополнить каждый. Все, что надо – паспорт и желание помочь. Подготовка занимает буквально два дня. Сначала меня зарегистрировали, отправили на первичный осмотр. Измерили рост, вес, давление и температуру. Специалист выяснил историю болезни и готовность организма к процедуре. Перед сдачей крови необходимо выпить как можно больше жидкости, чтобы восстановить объем циркулирующей крови. Врач Руслан Кравчук в 35-й раз сдает кровь. Анестезиолог-реаниматолог уверен, если есть возможность помочь пациентам вне стеноперационной, этим нужно пользоваться. Два раза такое случалось, что я везел свою фамилию на гемоконии, которая капается в пациентке. Это дорого стоит. Перед процедурой на протяжении нескольких дней я соблюдала специальный рацион. Из меню исключила жирную пищу, продукты, которые содержат красители и алкоголь. В день сдачи мою кровь взяли на анализ, выяснили группу и резус-фактор. Затем дали заполнить анкету. В ней вопросы о здоровье. Валивание имели гриппом в течение последнего месяца. Да. Просто простуда. Учителя и спасатели, врачи и студенты, спортсмены и правоохранители. Ежедневно в Бобруйский зональный центр переливания крови приходит несколько десятков человек. Каплями жизни уже поделились 2015 горожан. Почти половина – почетные доноры. Хотелось бы отметить, что достаточное количество безопасной крови можно обеспечить только путем регулярной, добровольной, безвозмездной сдачи крови. Поэтому в этот день, который проходит под девизом «Безопасная кровь спасает жизни», мы благодарим наших доноров за их тихий подвиг, за их отзывчивость и доброту сердца. Тем временем врач прочитал бланк с моими ответами и снова проверил организм. Выдал допуск. После осмотра – специальный завтрак. Печенье, гематоген, зефир, сок и пол-литра воды. Теперь можно приступать к донации. На мою руку наложили жгут, обработали кожу и вили катетер. Из вены кровь поступала в специальный контейнер. Ощущения обычные. От иглы больно не было совершенно. После процедуры на локоть наложили повязку. Ее нельзя снимать следующие 4 часа. За 10 минут донор жертвует 475 миллилитров крови, которые могут спасти 3 жизни. Сотрудники центра отмечают – ресурсы достаточно, чтобы обеспечить не только потребности города, но и близлежащих районов. По молодости как-то не думал, ходил, сдавал за двух. А сейчас думаешь, что спасаешь кому-то жизнь, помогаешь. Бывали случаи, когда работаешь на работе и звонят тебе по телефону. Вызывают, срочно приехать сдать кровь. Ну там, получается, нам объясняли тяжелым женщинам, потом роддом или детям. И все же запас крови – параметр неуправляемый. Аварий, травмы и ЧП спрогнозировать невозможно. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко. Итоги недели.